Добрый день! Сегодня у нас задача спарсить на минимуме товаров и описание к ним вот с этих двух сайтов PetMarket в зоотоваре в интернете и зоомагазин Ауна. Начнем с первого. Итак, я загрузил парсер товаров интернет-магазинов, копируем ссылку, вставляем, нажимаем линк, так вот мы имеем его. Первым делом нужно получить категорию. Ну, наверное, я обойду этот момент. В принципе, тоже понятно. Давайте возьмем одну категорию. Самый простой способ, чтобы не всегда... Да, можно и так, конечно. Там категория LRWD, категория навигация, категория. Тут понятно, что достаточно. Добавляем категорию. Так, останавливаем. Достаточно этих. Переходим на какую-то категорию. Вот товары для собак. Переходим во вкладку Product Link. Выбираем. А, ну тут это дальше есть категории. Тут мы не увидим. Поэтому нам надо вернуться продолжить. Потому что в этих категориях вложены категории. То есть вернемся на категорию Link. Еще выберем. Ну вот, свой код. Да, или вот это. Выбираем эту категорию. Категория Level 1. Вот. То же самое. Сейчас сделаем так. Чтоб по-быстрому. Это я удалю. Удаляется выделенное. А здесь мы добавим. Вот. Тоже достаточно. То есть, что я сделал. По той категории, которую я оставил. Вот первое. Товары для собак. Я выбрал все вложенные категории. Вот эти вот. Вот они. Вот тут список есть. 31 минус 1. Значит, 30. Вот 30 категорий. Вот они есть. Ну, собственно, если посчитать. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Да. Вот 30 категорий этих и есть. Вот они автоматически сразу все вытянулись. Если бы я оставил весь список категорий. Вот. То есть, и вот этих еще категорий. Первого уровня, так сказать. Или третьего, наоборот. Не знаю. то вытянулось бы и по этим мы все вложенные категории. Но мне для демонстрации не надо. И этого много. Теперь дальше. Перейдя на вот, на любую вот такую категорию. Ага. У нас тут опять вложенные. Есть. Вложенные категории. Вон как их тут много. Ну ладно. Давайте тогда сделаем еще раз такую же выборку. Удалим. Так. Вот она у нас сейчас загрузим. Вот она. Есть. И возьмем еще. Пометим эту. Вот категория Level 2. Опять. Опять же. Пометки совпадают. Даже не надо снимать. Добавим категории. Вот она есть. Останавливаем. Потому что программа дальше пойдет. Теперь. Я так понял. Вот этот категория Level 2. Origin. Вот. Наконец добрались до товаров. Конкретных. Вот он. Конкретный товар есть. Ну все хорошо. Потом мы сделаем так. Вот это уберем. Это уберем. И вот список у нас есть конкретных категорий. Где уже. Которые содержат конкретные уже товары. Все страницы. Ну тут только одна. Не будем уже тоже заморачиваться. Нам достаточно даже вот этих вот нескольких товаров взять. Тогда сделаем еще раз. Уберу сейчас. Все кроме одной. Для теста это достаточно. Вот она одна. Двойным кликом. Проверяем. Ну вот это она есть. Вот Origin. Так. Теперь переходим на вкладку продукты. И смотрим. Вот. Под этим названием у нас. Ага. Этого нету. Ну давайте выберем по другому. Да. Тут B. Она надо A. Вот A есть. Выбираем. Угу. Отмечаем. Item Description. Item. Item. Мне product оставим. Может быть это только для новых. А вотosi там надо. Так. Что такое DD? Пусть это выберем. Давай. Добавим. Давай. Не захотя. Не хочет добавлять. Что-то она там начнет так. Ну что тут у нас. ага, то есть давайте уберем вот это а, ну да сейчас я сниму вот, есть проблема в том, надо не забывать, чтобы в списке не было отмечены страницы, так как программа работает по тем страницам по тем скажем, ссылкам на минувание, которые вот так вот не отмечены надо снимать отметку, если мы там что-то делали и так вот мы имеем здесь вот эти 6 товаров, которые вот они здесь вот в списке есть, переходим на один из этих товаров вот это название нам надо вытянуть и описание начнем с товара переходим в name, это и есть на минувание, сразу отмечаем использовать, чтобы не забыть кто не попадет в табличку правая кнопка мышки смотрим, что у нас достаточно да собственно, отмечаем топ-3 контент тоже можно непонятно, почему тут дисканк вот это ну, давайте попробуем так, есть я же сейчас снимем пометку, чтобы этот товар попал в список таблицы и второй момент описание вот у нас здесь описание опять сразу метим хотя сами у нас очень большое сейчас попробуем чтобы как-то его уместило не вмещается на экране сейчас попробуем вот это выбрать эй не хочет выбираться вот, наконец выбралось что-то у нас почему-то пропало в выделении хотя, в принципе, я вижу я понял, что пропало это после последнего изменения здесь можем посмотреть что у нас есть вот оно у нас такое описание есть так параметры ну, собственно говоря, все ну, давайте попробуем вот так page content тоже это вот это интересно так собственно, все здесь это правильно так ну, выбрали давайте проверим так, это мы сделали то есть отметили, что надо description таблицу вставлять и надо ныне номинование есть теперь просто проверяем что у нас ничего не не отмечено не выбрано чтобы они попали в таблицу нажимаем get products вот программа автоматически все проходит и то, что прошло она отмечается вот выделяя таким синим то есть это сигнал для программы чтобы второй раз по этой странице не идти поэтому, когда они вот так выбраны и нажать get products то ничего не будет потому, что они уже выбраны и программа просто пустую таблицу создаст но мы это не будем делать мы просто посмотрим результат вот у нас результат собственно говоря есть есть как бы и название и описание я попробую вот название есть если вот так вот вот оно корм для щенков натуральный корм для собак он для щенков крупных пород и так дальше вот те же товары которые есть и вот описание описание вытягивается именно с форматированием то есть то которое как бы спокойно можно добавлять в данном случае в opencart используется вот это форматирование page content и так далее что подобное вот к сожалению сохранить я не могу его потому что для этого сайта программа работает в режиме демо он не зарестрирован и не оплачен вот но как бы посмотреть ну давайте вот так вот посмотрим сейчас протяну вот здесь все описание благодаря чему достигнут уровень питательной ценности максимально принадлеженный к природному рациону питания то есть вот это вот сейчас я закрою покажу или допустим и важно можно так где же его вернемся давайте я закрою возьму эту страницу ну допустим вот эту страницу схемку сейчас я скопирую вот вот здесь вот занесу вот собственно вот этот вот текст сформатированием он и занесет не знаю там консолку это надо как бы уже смотреть можем посмотреть табличка сохраняется последнего парсинга так то можно спокойно закрывать и открывать она все время данные висят вот если протянуть конечно огромные данные последние если это последняя это и не последняя где-то так так что тут корень цикория 700 миллиграмм вот последние данные у нас корень цикория 700 но если не считать форматировать 700 миллиграмм на килограмм вот где что-то этот корень цикория тяжело понять где оно остановилось посолка но если это этот самый тяжело но это естественно только можно посмотреть когда то там так а вот корень цикория 700 миллиграмм на килограмм но не знаю но остановилась она на этом или она дальше а ну я понял это идет таблица последняя таблица идет поэтому скорее всего там дальше что-то есть но сейчас очень тяжело просмотреть так как хочет она очень как бы большая да заширить тяжело но она решила еще так и делать в общем вот 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 конец ну вот тут ipper а вот 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 конец как вот здесь вроде получили поделиться ссылкой а вот окончание описания заканчивается реально вот на этом товаре вот поделиться ссылкой смотрим собственно говоря ну да вот то с окончания вот это все пастер вытянул я думаю вот так или как это так или вот так вытянул поэтому описание думаю достаточно нажать ум а вот начало мы вышли рода пинта так так сейчас найдем текст где начинается вот а вот вот она тайтл к вам для щенков всех погод и пошло ну вот так вот увеличить может быть она и вместе с этим выйти в дождь ну это уже взгляд припробно можно и ограничивать ну главное надо понимать что и наименование и описание об этом у нас теперь давайте попробуем второй сайт зоомагазин фауна копи в принципе конечно опять же никаких проблем не будет сейчас я по ускоренному способу вот эти ссылки я удалю по ускоренному способу уже не буду вытягивать категории и страница вытяну просто одну страницу покажу что она работает работает так вот у нас есть страница секундочку сделаем по другому клетки так собаку ну ладно консервы да ну вот консервы ну тут оно опять пошли категории они вот есть тут уже есть товары в этих категориях переходим пометим что это вот есть вот так вот у нас отметилась эта категория добавим список перехожу сразу на эту консерву вот так вот опять же надо снять выделение есть это я быстро завел есть ручной вариант добавить поодиночные ссылки можно здесь это в товарах и есть такая же кнопка в категориях если надо что-то конкретное вытянуть отдельно или несколько чтобы не париться со всеми этими самыми потом удалять там просто одиночно выбирается и добавляется короче вот у нас наименование есть опять оно аж один вот кстати то что помечено есть эту снимаем галочку тут ничего нету здесь есть здесь есть one product здесь тоже убираем здесь оставляем пусть будет так смотрим и использовать и описание опять же у нас тут отмечено сейчас мы переназначим так а где что-то описание ну где-то вот наверное ну давайте попробуем так continue да это все описание оно вытягивает плохо что здесь написание все в целом вот эти вот этот текст он не разбит но его можно убираем его можно потом отредактировать в той табличке опять так вот так опять же если что-то не получилось просто надо переназначать вот эти данные если не то вытянулось или не вытянулось методом как говорится проб и ошибок так значит опять есть наминование наминование и описание и описание должны попасть в список вот по одному этому товару сейчас мы его вытянем быстро все вытянулось вот пожалуйста вот оно наминование и анимондо броконск курица консервы для собак и вот оно описание и так дальше и так дальше опять же ну тут уже покороче описание германия артикул что-то тут вроде бы не все а ну сейчас посмотрим давайте вернемся на вот этот вот скопируем посмотрим так а ну да артикул это последнее что есть в описании вот артикул последние цифры 9.0 и тут у нас последние тоже артикул 10.0.0.90 да вот собственно как легко и просто этим парсером вытянуть в данном случае номинование и описание собственно можно и картинки и все остальное я думаю понятно вот на этом все собственно говоря